Сегодня на базе территориального центра социального обслуживания населения Московского района прошел круглый стол права и гарантии людей с ограниченными возможностями в обществе. Проблема эта сегодня стоит как никогда остро. Первые трудности возникают уже при переходе детей и инвалидов из центров коррекционно развивающего обучения в попечении территориальных. Важную роль в этом процессе играет адаптация человека с ограниченными возможностями к жизни в новом коллективе. Мы оказываем, во-первых, адаптацию к самостоятельной жизни. У нас они занимаются в различных кружках. Это радуга жизни, которая театральное направление деятельности, трудовая деятельность, это различные изготовления различных изделий. Они вот здесь представлены, посмотрите. Ну и самая основная работа – это адаптация к дальнейшей жизни. Первые признаки инвалидности медики констатируют еще в раннем возрасте. И практически сразу малыши попадают под патронаж квалифицированных врачей и педагогов. Тонус, стимул. В этих коррекционных центрах дети проходят реабилитационный курс. Здесь для каждого ребенка подбирается комплекс мероприятий, направленных на эффективное восстановление функций организма. Несмотря на то, что в центрах имеется огромное количество новейших медицинских приборов и технологий, о быстром возвращении к нормальной жизни говорить сложно. Курсы интенсивной терапии повторяются на протяжении многих лет. Реабилитация – это длительный многолетний процесс, который ну никак нельзя мерить. Вот курс он прошел в реабилитации и поправился, или там ему стало намного лучше, или он стал здоровым абсолютно. Они у нас, многие, проходит большинство детей с церебральной патологией, которыми мы занимаемся, проходят реабилитацию практически всю жизнь у нас. То есть, вот как мы их выявили в ноль лет, например, да, вот до года. И они могут до 18 лет лечиться. Получение образования – еще одна трудность, с которой чаще всего сталкиваются молодые инвалиды. Доступность науки для людей с ограниченными возможностями пока, к сожалению, находится не на самом лучшем уровне. Пандусы и удобные лестницы остаются элементом роскоши. Многое еще предстоит сделать и дополнить. Но важно помнить, что не это является определяющим фактором. Иногда нужно и здоровым людям пересмотреть свое отношение к тем, кто немного отличается от нас. Каждое учебное заведение должно иметь безбарьерную среду, чтобы инвалид мог выбрать для обучения любое высшее учебное заведение. На сегодняшний день в нашей стране только семь высших учебных заведений предлагают безбарьерную среду. Не должны мы забывать еще и об отношении общества к инвалиду. Вот это, наверное, для меня это самая большая беда, проблема, потому что общество все-таки по разным исследованиям, проводимым в нашей стране, общество не всегда готово принять инвалидов к себе. Анастасия Назринплотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.